Всех приветствую, друзья, с вами я, Ник, и сегодня очень важная тема для ролика — буллинг. Как меня булили в школе, как я подвергался буллингу, как я этому противостоял, как я с этим боролся, как я лично это чувствовал, как это прогрессировало, как буллинг, в принципе, пришел в мою жизнь, с чего это началось и как сейчас это проходит. Честно, я не очень хотел снимать это видео, потому что в моем понимании булят слабых. Лично я слабым себя не считаю это точно, я не считаю, что я тот человек, который насмешка общества. Это точно не так, и поэтому, честно, для меня не очень приятно снимать этот ролик, но я просто предполагаю, что, возможно, он вам будет интересен, и действительно вы на него нажмете и посмотрите. Поэтому я расскажу вам, а также я знаю, что в жизни далеко не каждого человека присутствует буллинг, в жизни далеко не каждого человека присутствуют такие ситуации, которые я сочу в сегодняшнем ролике. Поэтому я думаю, многим из вас, у кого такого не было в жизни, будет интересно послушать это, вам будет послушать интересно также, как я с этим боролся и, в принципе, как я это ощущал и что я думаю по этому поводу. Думаю, не будем медлить, начинаем. Немного начну с предыстории. В детстве, до возраста 16 лет, в моей жизни не присутствовал буллинг, никогда не было такого. Хотя странно, я жил в России, в российской школе, как бы, казалось бы, такое место, где как раз-таки буллинг это то, что должно быть. Но нет, действительно это не так, этого не было в моей жизни, и это очень странно, потому что многие из вас знают, что раньше я также вел ютуб-канал и снимал на тему фингербордов, это пальчиковые скейты, и снимал достаточно такие тоже эмоциональные ролики, и было бы странно, если бы меня не забулили, если бы меня никак-то не старались подстебать, как-то подугарать надо мной. Но нет, удивительно, на удивление, то, что у меня были такие хорошие друзья, или просто они не знали про существование этого ютуб-канала, хотя я очень сомневаюсь. Поэтому, действительно, меня окружали очень качественные люди, люди, которые действительно ценят окружающих, ну, как бы, меня в этом плане, и никакого буллинга не было. Я даже тогда, я понимал, что, как бы, что я снимаю, и что я достаточно эмоциональный человек, и никакого буллинга я не испытывал, у меня очень было это странно, но я недолго радовался, я знал, что он по-любому будет в моей жизни, потому что я, в принципе, понимал, какая жизнь меня ждет, потому что я не буду серой мышкой, я не буду ничего не делать, я буду как-то себя проявлять, буду как-то себя реализовывать. И поэтому я понимал, что рано или поздно я начну снимать контент, который будет провоцировать людей, который будет вызывать какую-то эмоцию у них, и, в принципе, буллинг это чаще всего реакция на какую-то эмоцию, то есть у людей появилась эмоция, и они ее выплескивают иногда в хорошую сторону, где ты, вау, ты красавчик, молодец, круто делаешь, а иногда в хуеву, ты чмо, ты лох, ты, блядь, пидарас, сдохни от спида, да? Тоже такое бывает. И когда начался буллинг в моей жизни? На самом деле, буллинг это такое достаточно абстрактное слово, которое я не могу реально назвать то, что происходило в моей жизни. Подстебы, подъебы, насмешки, да, это 100% было, и для многих из вас, для многих из, в принципе, жительной земли, это бы считалось буллингом, потому что их бы это сильно задевало, они бы приходили домой, плакали, и, в принципе, чувствовали себя хуево. Для меня, как для человека, которому, в принципе, поебать на общественное мнение и для человека, которому не так важно, что про меня думают остальные, я думаю, что по моим поступкам, по тому, что я выпускаю на YouTube и в Instagram у себя, вы понимаете, что, в принципе, так и есть. И если бы мне было реально дело до мнения окружающих, то я бы просто ничего не делал. Я бы просто сидел дома, ничего не выкладывал, выкладывал одну фотографию в год, и, в принципе, все, был бы как все, и все было бы нормально. Вот. Но мне же было поебать на общественное мнение, и начиная свою тропу вот этого видеоблогинга, снимания видео на YouTube и выкладывания их, я понимал, что рано или поздно найдутся люди, которые не срезонируют, которым не срезонируют мои видео, и которые начнут выражать свое... свое фе, свое фе. Я понимал, что, скорее всего, из моего окружения тоже такие люди будут. В принципе, так и произошло, ничего удивительного. После того, как я начал заниматься саморазвитием, ну, то есть, я встал на эту тропу, я тогда еще не снимал видеоролики, ну, точнее, это было только на зарождении, я выпустил буквально 2-3 ролика, и это было далеко не ролики про воздержание, про вставание там на ноги, про какие-то моральные вещи, нет. Это было ролики про трейдинг, потому что тогда я этим увлекался. И, конечно же, все мои знакомые это увидели, и в этот момент мои знакомые разделились на 2 лагеря. Одни, большинство, на самом деле, которые меня поддерживали, которые говорили, красава, молодец, и, ну, я это безмерно ценил, когда я говорю, что мне похуй на мнение окружающих, мне не похуй, когда меня хвалят. Когда меня хвалят, это... заебись. А второй лагерь, он был гораздо скромнее, он был гораздо меньше, но он был гораздо более пидорасовский. Они меня хейтили, они надо мной угорали, что, ха, юный миллионер, ты шо, заработал себе на ламборгине, шо ты, блядь, и шо ты с этим хочешь добиться, это хуйня, блядь, чем ты занимаешься, блядь, шо за клоунада у тебя в инстаграме, шо за клоунада, шо клоун, блядь, ну, научи-ка меня трейдить, ну, покажи-ка мне, когда покупать биткоин. Ну, и в таком ключе это происходило. Это происходило в ключе подъебов, вот в таких насмешках, и самое тупое, что это происходило, не на равных условиях, это не происходило так, что чел ко мне один подходит, начинает меня доебывать, нет, это происходило только тогда, когда эта группа пидорасов была в группе, ну, то есть, словно там, 3-4 человека, я один, они меня как-то пытаются задеть, ну, то есть, понятно, что и у них это не получалось, потому что, в любом случае, я говорю, мне поебать, да, мне без разницы, что они говорят, и я изначально, когда начинал еще свой путь видеоблогерского, я понимал, и ставил себе вот эти установки, и на момент, когда они начали меня булить, я уже был, ну, настолько далек от вот этой хуйни, что реагировать на то, что мне скажут, что мне было, ну, прям, по хую, и, в принципе, как я на это реагировал, конечно же, я немного был в шоке, я был в шоке от того, что, блядь, чувак, что ты, тебе сделают, блядь, какая тебе разница, мужик, блядь, тебе 18 лет, и тебя ебет, как твой одноклассник, условно, сверстник там, условно, чем-то занимается, и ты на это будешь тратить время, просто, в моем понимании мира, ну, зачем это делать, нахуя, займись своим делом там, я не знаю, иди подрачи, но нет, действительно, у многих людей, есть дело до того, чем ты занимаешься, вот реально, но у них есть дело только до того, момента, пока им не наскучит, и почему это происходит, также важный пункт, почему это происходит, я думаю, что это всем понятно, потому что ты отличаешься от толпы, потому что я начал отличаться от этой серой толпы, я как бы, то есть серая масса, и вот я другого цвета, и, конечно же, все прицелы устремились на меня, и как раз таки, вот эти прицелы, были либо хорошие, либо плохие, ну, то есть плохие, это, то есть були условные, и как я боролся с булями, у меня было два способа, первый способ, это в принципе игнорировать, в большинстве случаев, я и придерживался этой тактики, потому что, сколько бы буль не булил, ему это наскучит, если он не будет получать обратную связь, если же буль видит, у него задача спровоцировать, это же всем понятно, если буль видит, что, ага, жертва, она реагирует, его это зажигает, он начинает все больше, и больше, и больше, и больше, сначала я так и делал, честно, сначала я зажигался, и в плане, что такое, я долобоёб, пошёл отсюда нахуй, несмотря на то, что мне было, как бы похуй, но мне просто было, ну, что ты делаешь, о чём ты, ты вообще идиот, и я как бы так ему и говорил, тебе что, дело есть до этого, иди отсюда, бля, чем ты занимаешься, иди займись своими делами, тебе действительно есть дело до того, какие ролики я выкладываю на YouTube, и с другой стороны, я понимал, что если ему дело есть до того, что я выкладываю на YouTube, то это хорошо, это значит, что я выкладываю не хуйню, как меню, это их поджигало, потому что они видели, как я реагирую на это, что я, в принципе, реагирую на это, и это их поджигало, и они каждый раз всё больше и больше, как бы, нарастали огонь, а после я понял, что главная тактика против буля, чтобы он завалил свой ебальник, и отстал от меня навеки, это не реагировать, просто реально, проходят эти чуваки, я как бы, замыливаю глаза, я игнорирую их, они что-то говорят, я просто съебу оттуда, займусь своими делами, и многие скажут, Ник, ты что, терпила, блядь, Ник, ты что, то есть, терпил, получается, ты не можешь ничего ответить, нет, ребят, это умная тактика, умная тактика, чтобы к тебе не доёбывались, просто я понимал, что если я буду реагировать, сначала же я так и делал, и это не решало проблему, это не решало проблему, потому что булей только поджигает, это же не люди, которые один на один тебе что-то говорят, тогда если ты им что-то ответишь, они завалят ебальник, потому что они забоятся, а это люди, которые работают в группе, которые не могут ничего одни сказать, которые лишь в обществе могут там в кого-то пальцем тыкать, поэтому им будет без разницы, ты им что-то говоришь или нет, даже больше, если они будут что-то получать в ответ, они будут больше сжигаться, и это, это просто тактика, это просто тактика, ты их игнорируешь, я вам даю гарантию, через полмесяца они такие, да, блядь, какой смысл его бурить, ему похер, ему похер, переключимся на кого-то другого, эта идея лучше, и в принципе так и произошло, после того, как я их начал дико игнорить, и, как это называется на своем модном, динамить, они от меня отъебались, и просто переключились на каких-то других ребят, в принципе так и было, так что отвечая на вопрос, прошло ли это со временем, прошел ли буллинг со временем, да, прошел, прошел, но я до сих пор получаю в комментариях куча там злостных комментариев, чтобы там, да иди там, выкинись с окна, иди там нахер, иди там нахер, я оставляю эти комментарии, можете заходить, почитать, в принципе это очень интересно, вот, но именно буллинг среди моего окружения прекратился, как минимум, потому что я совершенно оборвал все контакты с этими людьми, перестал с ними общаться, с некоторыми я наоборот наладил связь, да, также очень хорошая тактика против булли, это приблизиться к нему, и ему просто станет стыдно, ему станет стыдно, я вам 100% отвечаю, ему станет стыдно за то, что он делал, и он будет перед вами, как бы, он будет чувствовать вину, это тоже точно так работает, в принципе, с кем-то я поступил по одному, в принципе, с кем-то по другому, но сейчас, как бы, буллинг закончился в моей жизни, и я, можно сказать, порешал, то есть сейчас этого совершенно нету, как я смотрю обратно, классно ли, что у меня был буллинг, честно скажу, то есть я не буду плакаться и говорить, что, о, блин, так жалею об этом, нет, это охуенно, я очень рад, что буллинг был в моей жизни, понимаю, что до этого я тоже был готов, и мне не общество меня не волновало, но после того, как я прошел буллинг, я это укрепил, я это сделал еще сильнее, и я теперь более уверен в том, что мне вообще поебать, что про меня скажут, мне без разницы, хоть про меня СМИ будут там условно, что-то говорить, мне будет паху ее абсолютно, поэтому я ставлю лайк буллингу, я считаю, что, вот серьезно, вы сейчас думаете, что я типа хуйню гоню, но на самом деле, я считаю, что большинству людей стоит пройти буллинг, потому что это такая закалка, и такая, как бы, война для тебя, война для твоего внутреннего мира, где ты сам должен победить себя, сам должен победить свои эмоции, и сам должен победить вот это вот свое рвение, кому-то дать пиздюлей. В принципе, на этом все, друзья, с вами был Ник, это была моя история буллинга, как меня булили в школе, обязательно пишите в комментарии, что вы думаете на эту тему, был ли буллинг у вас в жизни, ставьте лайки, пообщаемся в комментариях, я всем отвечаю в комментариях, если это, как бы, конструктивный вопрос, ставьте лайки обязательно, чтобы продвинуть это видео, с вами был Ник, всем удачи, всем пока.